Здравствуйте, друзья! Мы с вами снова в таком месте на побережье, которое называется Нью-Брайтон-Бич. Когда-то это было излюбленным местом отдыха наших соотечественников, а сейчас тут правила поменялись. И вот либо вы на пляже там будете, либо на кемпинге, откуда я сейчас и снимаю тут с высоты. Мы здесь были пару недель назад с нашими друзьями, и вот снова они сняли другой лот, другой участок, и мы с ними тусуемся. Тут я даже забор вылез, видите, чтобы для вас поснимать. Там народ даже с флагами, смотрите, как культурненько. Праздника особого нет, никакого вроде я так не припомню, ну просто под настроение. Может быть от того, что скоро в школу детям, даже не знаю. Да, а тут что-то, можно сказать, не занятые пару мест, пара стояночек. Как раз вот на этом месте в прошлый раз они со своими ОРВИ стояли, а теперь немножко в стороне. Сейчас посмотрим. Вот в этом каменном дворце, можно сказать, люди справляют элементарные потребности. Ну давайте, может быть, заглянем, раз тут никого нет. Вот так, раковинка, туалетик, бумажка, все культурно. А с той стороны там душ есть. Ну так, в общем. Да, водичка питьевая. А здесь чего? Так, 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 так. А, это же как раз душ. Вот это как раз душ. Тут сел и пожалуйста. Нам Борис рассказывает, что они взяли новую палатку. Так громче говори. А что у вас старая? Такая хорошая была, с кроватью надувной. А, это тоже. Так, с той же кроватью. Та была по периметру 10 на 14. Но за счет того, что она была instant, там пол стояли под углом. И поэтому, что получалось, что внутреннее место, для того, чтобы ходить, было совсем недостаточно за счет того, что она стояла под углом. Понял. Пол стояли. Значит, здесь получается больше. Да. Она стоит пол. Да. Поэтому мы взяли, но мы взяли тоже с хитрой дверью. Ой, ё-моё. Это похоже... Да. Так, а раньше как было? Раньше было тоже, но там вход был в торце, и там гораздо меньше места было. Посмотрим, сколько сейчас здесь места. Подождите, а вот это то, что снизу, это вы просто подстилили, да? Да, да, чтобы... Так, подстилили. Хорошо. А зачем мы подстилаем вот этот, не для красоты? Или куски карпетов? Нет, это войлочный специальный карпет, он в косках. Это не куски, это оригинал, чтобы дырки не пробились в нотации. Ага. Понял, понял. А вот это вот, отопление. Вот этот новый для вас прибор такой. Это отопление, он работает, вот маленький баллончик газовый стоит. Да, вижу, снизу. Вот он включается, и он отапливает, это газовое отопление. Не полыхнет там ничего? Он работает очень интересно, если у него угол наклона, если он падает, превышает больше, чем, скажем так, 60 градусов, он автоматически выключается. Понял. Первое. Второе. Там стоит сенсор, который, значит, проверяет наличие кислорода в помещении. И как только... Понял, понял. То есть достаточно безопасная вещь. То есть, скажем, если оно вдруг качнулось или где-то уронилось, то оно само отключится. Значит, он от 4 до 9 тысяч битю. Чего? 4 тысячи 9 тысяч битю. Это, ну, это единица измерения. Это для кондиционера воспользуется. Понял, понял. Пошли смотреть туалет. Да, дальше вот. Так. Друзья, это вот общественный туалет современного туриста. Ну, показывай. Ну, не общественный. Не общественный, да, да. Индивидуальный, так сказать. Двухкомнатный. Двухкомнатный, так. Это расстеленный санузел. Ту-бедрум, так. Так. А, они еще друг с другом почти разделены, эти две комнаты. Здесь просто умывальник. Ну, здесь можно поставить... С генератором. Так, я вижу. Ну, мы просто его заносим. Заносим, так. Да. А вот вторая комната... Там уже как бы считается душевая. Подойди, а туалет где? На туалет мы просто не поставили. А, окей. Водушевая, а из чего она, вода-то из чего идет? Значит, там мы сделали такую штучку. Так. Ну, будь иная, знаешь, похоже на хирургическое отделение. Сейчас на капельную регистратор не раз была. Анестезистка. И поэтому... Значит, работает ладно. Указать. Так. Нет, вот эта вот емкость, куда наливается вот там. Где-где? Вот это вот емкость. Так, емкость с водой. А почему-то подтикает. А, там есть вода. Да, там есть. Ты нажимаешь на кнопочку. Так. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Мама родная. И она стекает куда-то. Ну, не будем, не будем в воду. Что как-то неудобно. Да. Так. Вот так, друзья, туристы отдыхают. Слушай, а у вас же тут на кемпинге есть просто душ. Ну, ты понимаешь, что это мы купили новую... Для другой ситуации. Нет, просто посмотреть. Ага. Это сгодится или нет. Понял. А пусть маме не нравится то, что там... Пошли на, пошли на общественный туалет. Снести, не общественный. На толчок пошли смотреть. А толчок мы уже запаковали. Как запаковали? Который стоял? Да. Вот такой, можно сказать, очко вот это вот. Да. Запаковали? Да. Запаковали. Здесь у нас столовая для общественных. Так. Стол общественный, а все остальное наше. Так. Подожди, кто из них в туалет? Портабл тойлет. На нем так и написано. Портабл тойлет. К сожалению, друзья, вы не сможете посидеть на нем. Так. Но вы можете за счет воображения. Каким-то образом. То есть там тоже и слив есть, да? И от запахов есть защелка. Я могу его пустить на землю. Да. Ну давай на землю, давай. Сейчас мы... Надо кого-нибудь попросить постороннего, чтобы он там посидел. Хотя могут, конечно, и что-нибудь не то сделать. Так. Посторонних нельзя приглашать. Раз. Боже, там какой-то пакет. Это специальный. То, что забрасывается. Пакет. И куда эти? Значит, открывается вот эта штучка. Так. А, понял. Это вот то, где, можно сказать, накопитель. Так назовем. Так. Теперь закрыл дверку. Из накопителя уже не пахнет. Так. Сюда заливается вода. И там какие-то энзимы, да? Да. То есть это, друзья, это потом превращается в... Анзаймы. Анзаймы, да. Значит, это превращается в чудо-йогурт потом. Так. Дальше. Сюда наливается вода. Куда? А, это крышка для бака. Да. А это специальный пам для того, чтобы вода... Отпускать, отпускать. Отлично. И все. После того, как. После того, как. Как. Да. Что-то берется и отстегивается. Ага. Так. Отстегивается. То есть чистая. Сейчас отстегивается. В одну сторону. Ну, так сказать, ты можешь сказать, кошерное отделили от некошерного. О-о-о. Слушайте, это цистерна прямо какая-то. Это потрясающе. Потрясающе. Да. Да. А? Это канистра, которая отсоединяется от туалета. Это знаешь что? Когда ты в музыку уйдешь, в уроке музыки, так? Ты можешь учеников, чтобы они не откликались, чтобы они сразу на нем сидели и играли. Так? Вот. Вот, пожалуйста. Вот, видишь, это музыкальный стул. Это музыкальный стул. Слушай, одна единственная деталь, и это будет настоящий стул для пианино. Чтобы она вращалась. Ты знаешь, вращение не нужно. Не знаю. Чтобы она отжастывала выше-ниже. А вращение не нужно. Слушай, выше-ниже тоже можно добавить. Вот и все. Это практически не сложно. А там, чтобы она вращалась, это совсем не нужно. Да. Это будет стул музыкальный тогда. Вот, друзья, до чего, до каких извращений доходит капитализм, совершенно нечем заняться ему. Капитализмом, вот. Буквально. Мы-то, мы-то ведь привыкли как. Вот туда, в кусты бы пошли, вот туда. Ёлка шикарная. И там бы все решили все вопросы. Посмотри, какие кусты. Нет? Нет, друзья. Вот оно. По чем туалет, скажи мне? Он, по-моему, долларов 57-60. Всего? Да. Ой, ё-моё. Но там к нему нужны аксессуары. Есть немецкие, есть итальянские. А-а-а. То есть с Европой. То есть для понтов. Для понтов. Да. Знаешь, встречаются там два на кемпинге. Один говорит, у вас какой туалет? У меня, говорит, Мерседес. Да. Другой говорит, у меня Ламборгини. А, знаешь, это как это? Это ненецкий туалет. Ненецкий. Да. Это один такой сверток, значит, открываются там две палки. Да. Инструкция. Да. Одну палку убиваешь посредине поля. Да. И держишься за нее, чтобы я там взяла. А второй волков отгоняешь. Волков. Ну, немецкие. Ну, там, да. Там есть волки, короче. У нас, друзья, волков нету. Волков. У нас тут такие сегодня приходили. У нас акулы. Скунцы. Скунцы были ночью. Помойку лет. Они, ну, они запах не выбрасывали скунцы, ничего? Нет. Видишь, еще такая. Это похоже на инвалидное кресло. Так, давай. Ну, в принципе, это кресло обычное, нет? Нет, это не кресло. А что же это? Это когда у людей радикулит. Ой, ё-моё. Им тяжело носить. Так. Это вот так. Получается тележка. Не для собаки? Нет. Сюда можно положить что-то и ехать. А что радикулит? Бывает, просто человек хочет тележку. Да, ну, чтобы когда много вывезти. Друзья, это для пикника, хорошо. Запарковался неизвестно где. И идешь к тому месту, где употребляется пища. Правильно вы? Я еще не видел, какая у нас лоск. Да. Вот, друзья, из последних гаджетов. Значит, вот такой, я бы сказал, такой вертикальный, вертикальный зонт-палатка. Значит, под ним умещаются два кресла. А если девочка небольшая, то и три. Вот. А, в зависимости от того, какие кресла, извините. Девочка-то, может, небольшая, но если кресла большие. Ну, это уже начинается высшая математика. Во всяком случае, если вот вдруг жарко, хотя сейчас у нас вроде и солнышко не видать особо, да? Вот. Так что, вот такие гаджеты. Вот, друзья, вы видите, как обезьянки, манки калифорнийские тренируются пятилетние дети. Беря пример... Если бы десятилетние, четкие. Беря пример с больших тетей, лазают по деревьям. Светочке не надо идти. Светочка. Светочка, ребенок внутренним чутьем поймет, как ему лучше. Ну, знаешь, как поймешь. Да. Оля, ты-то зачем? Это дерево, друзья, которое уже упало. Это в прошлый раз наши туристы, значит, лазили по деревьям. Но еще многое не сделано. Друзья, сейчас Марк покажет нам, как он съедает чай. Он его не заваривает, как все люди. А он его ест в сухомятку. В сухомятку. Вот он, чаек. Могут сказать, а что за чай такой, как сухопрок? Нет, сейчас не валерьян, ясно, ягодами, клубы, что ли. Из стати, имьюнити. Это для иммунитета, друзья. Вот там шархибискус, элденберри, черника. То есть это такой фруктовый чай. Там и смородина. Так, вот так из смородины. Можно сказать, съил. Красота. Но седобный чай-то, а пахнет он просто невероятно. Сухофрук, сухофрук. Сейчас я понюхаю, сейчас как собрать. Ой. Ну, давайте, друзья, я тоже возьму жменю. Жменю. Что вам сказать? Это первый раз вижу, что можно чай заварку, потому что просто так. Ну, посмотри, что там. Кранберезел, березки, там, что самое. Давайте, да, это что я сказал. Я хочу плать чая. А с тобой плать чай. Это не для тебя кушать. Я скажу так, друзья. Это что в чай. Ребята, это не табака. Мы, мы... сживали чай и получше. Индийский сживали все. Ты знаешь, я тебе скажу, это вот тот случай, когда жуют чай, и надо чифирить. Вот, так вот мы чифирим. Нормально, нормально. Сейчас осталось кипяточком забить. Да, забить кипяточком, да. Привычный, привычный процесс, друзья. Решёточку надо почистить. Да, никто не знает, что на ней жарили в прошлый раз. Не, мы знаем вчера. Знаем? А, ну это да, ну последние пару дней это они жарили, это правда. Пошли в ход металлические щётки. Металлические щётки. Щётки, щётки, затричали. Затричали. Кукуруза, друзья, кукуруза. Вот тут на газу, вот на этом она. Напоминает мне чисто внешне, когда я был мальчиком, мы в такую вот тоже плёночку, ну фольгу, оборачивали всякий горючий материал. Ну вот начиная с простого, с простых спичек, например. И так тоже вот закручивали, а потом подносили огонёчек. И оно там потом как жах и взлетало. И взлетало. Вот примерно так. Я хочу сказать, что это у нас никуда не улетит. Шеф-повар. Что ты хочешь с этой? Ты хочешь оболоснуть её пойти? Кукурузки. А вот это что будет? Да, грязная просто. Тоже в бумажечке? Это рыба. Которая салмон. Да, которая салмон. Она просто плывёт в барбекюшнице. Так, 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 так. Идём, идём, движемся, друзья. Мы все. О, тут уже лежит. Слушай. А куда сниматься будет? Ну, найдём, куда сниматься. Какой-нибудь таз дашь ещё? Вон, 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 железный таз большой стоит. Значит, мы видим, как Саша, Алекс, Саша, как правильно ты знаешь. Как хочешь. Вот. Значит, проверяет, получилось там или нет. Я ещё не получилось. Рыбка с аспарагусом. Это с паржей порой, правда? Да, с паржей. Такая тоненькая, бывает толстые палки. Нет, толстая она жёсткая. Жёсткая. А этот тоненький. Вот я так бумажечку оттрул, посмотрел, оттрул, посмотрел. Друзья, вот тот самый чай, который мы жевали, он теперь в стакашечке. Света, покажи, пожалуйста, содержимое стакашечки. Какого он цвета вообще невероятного? Ну, цвета невероятного. А запах какой? Понюхайте его. Кстати, Света, на камеру сейчас запах налетит. Так, сейчас. О-о-о-о, друзья, запах. Сейчас я глотну ещё. А сахара нет там? Нет. Я думаю, мне не нужен сахар. Горячий. Но я принесла по этому воду. Ну, хорошо бы с сахаром. Это, друзья, остатки органической сметаны. Почему остатки? Вот. Потому что ложечка за ложечкой сметанка идёт в супчик. Зелёный супчик. Зелёный. Ты его делала, что ли? Нет, это не мой зелёный. У меня тоже есть зелёный. Ну. Что там? Как делается этот? Оля, это ты делала зелёный супчик? Рассказывай. Рассказывай, Оля. Как делать? Растет щавель. Так. Так. Это ложка просто по сметану. Нормала, щавель. Нормала, щавель. Даже яшка нормала. Так. Так. А ты добавлял туда шпинат? Так у меня камера. Если только поставить на стол. Спасибо. А тут косточки какие-то плавают. Косточки. А я сделала перемешаться с курицей. Так, Моля, подойди. Помыла щавель дальше. Да. Потом у меня была грудинка с косточкой. Куриная. Ой, как вкусно. Грудка. Куриная. Но они были на косточках. Так. Поэтому я сделала котлетки для деток куриные. Ой, как вкусно. А косточки сварила бульончик. То есть, чтобы ничего не пропало. Конечно. Чтобы ничего не пропало. Мне Света в этот момент в рот дает ложечку. А потом... Картошечка. Щавель. Вкусно так? Хорошо. А потом... А кислинки он с чего? С щавель. Ну да. А потом в конце сварила пять яиц. На большую кастрюльку. И туда же. И туда же. А лимонного сока не добавляла? Нет. Только щавель. Вот я вижу у тебя тоже супчик. Да. Скажи, Солнышко, если вот кто-то едет в гости в Америку, часто спрашивает, какой подарок подарит людям, живущим в Америке. Ты считаешь, вот семена щавеля, например, это удачный подарок? Ну, я не знаю. Да. Ты из семян не сажала? Нет. А из чего? Ну, мне дали. Я ее просадила, рассадую, да, и посадила. Ну, вообще щавель нужен. Ну, вот видишь. Да. А вот какое бы еще растение ты бы вот привезла из дома, если бы так знала заранее? Вишню. Что, правда? Угу. Черенки. А можно высаживать? Ну, не черешню, а вишню. Говорят, что вишню нельзя как бы растить, нет? Я не знаю, какие регуляции. Ну да. А вообще-то бы вишню. Вишня неплохо. А что, подождите, а что, в Беларуси вишня растет? Да, очень много вишня. Правда? Хорошая? Крупная возревает? Хорошая. А где-нибудь там в теплых краях? Там типа гомеля или где? Ну, я не знаю. Даже в наших краях. Я где-то в районе Минска жила, тоже возревала вишня. Вишня. Ой, хорошо. Ну, Коля. А, вареники с вишней очень вкусные. Скажу тебе по-простому. Бон аппетит. Спасибо. Спасибо. Вот, друзья. Рыбку. Рыбку. Забираем. Топ. С огня. Забираем. Топ. Смотрим, да? Смотрим. Слепую брать не надо. Так, посмотрели. Окей. Она должна быть сочная. Посмотрите. И она должна быть... Ну, сготовилась уже. Нормальная в этот раз. Потрясающая. Кукурузка потрясающая. А ты пробовала, Света? Еще нет, но она в прошлый раз так горела, а сейчас нет. Вы видите, друзья, что становится с кукурузой в руках Светланы. Умелых руках. А что, Света, ты когда в Киеве жила, родители тоже так кукурузы делали? Я всегда так делала. Я не люблю. Она застревает в зубах, я не люблю ее так делать. А как твой муж любит? Мой муж любит в нее грызться всем, чем у него есть. Ну, слава богу, там есть чем. Есть чем. Да. А я не люблю. Таки слава богу. Да, то бывает... Знаешь как, я волком бы выгрыз. А грызть-то нечем, да? Да нечем и грызть или там... Нечем, нечем. Нечем. У нас есть чем. Ну да. Пахнет очень хорошо, друзья. Нет, ну она вот так вот с костерка очень вкусная. Давай я тебе догрызу там. Мы видим на тарелочке у Оли на фольге, можно сказать. Так что ты сидишь-то? Ты давай и скажи хоть что это там у тебя получилось. Меня еще аспарагус тоже интересует как отдельное такое. Очень вкусно. У нас хозяйка этого рецепта Ирочка. Поднимите, чтобы я могла положиться. Да, Ирочка, рассказывай, Миша. А я, что папа, как говорится, жменью того, жменью того. Ирка очень любит приправки всякие. Художник. Без рецепта. Ммм, вкусно. Лимонный сок, масло сливочное, зелень какая была. Понял, а какая была? Ты будешь милитручка, базилик. Оля, что скажешь? Очень вкусно. Укроп. То есть одобряешь? Я одобряю. Чеснок зеленый, чай. Да. Чай. А как вы ее выводили? Ну что же, я тогда тоже попробую расхвалить. Друзья, мы видим рыбку, картошечку, сметанку и помидорчик. Давай попробуем помидорчик чуть-чуть. Попробуем, потому что говорят, что это нечто. Это нечто делает Борис. Оп. Нечто. Есть такое? Есть такое. Значит, мы теперь у Бориса узнаем, как он делает нечто. Как это нечто? Да. Ты пробовала, Света? Да. Как? Нечто. Вот, друзья, что значит дать внимание на что-то. И тогда сверху силы вот эти высшие, они тебе посылают то, чем твое внимание. Значит, мы думали, помидорчики кончились. А тут еще целая банка. А тут еще... Да, вот баночка. Баночка. Нам сейчас расскажут, как делать. Хотя Боря говорит, я уже не помню. Он говорит, хорошее дело. Сейчас вспомнит, вспомнит. Хорошее дело. Друзья, мы вот сейчас попробуем. Я-то уже думал, мне не досталось. Это не помидор, друзья. Это амброзия. Нечто. Это нечто. И он еще забыл, как делать. Это вообще уже свято. Как же в следующий раз тогда будет? Я вот как раз сегодня стала вспоминать, что ели мы в юные годы, будучи в таких вот путешествиях на природе. И вспомнишь, что мы ели тушенку, либо с картошкой, либо с макаронами. А это тушенку было в лучшем случае, потому что ее было не достать. А в худшем случае ели сублимированное какое-то мясо, перемешанное с какими-то макарончиками, буквочками такими. А здесь такие разносолы, включая салаты, шримпы, рыбу. Лососина со спаржей. Лососина со спаржей, можно с ума сойти, как в лучших ресторанах. Всего этого, друзья, коммунисты лишили советский народ. Так, друзья, это креветочки. Боря, а вот ты скажи, почему они какие-то, я извиняюсь, зеленые? У меня вот ощущение, что креветки обычно розовые. Сейчас они порозовеют. Ты думаешь, это они должны... Они молодые еще. Это они от огня должны покраснеть? Они сейчас покраснеть. А то вот в магазине, я видел, продают сырые и в то же время розовые. Нет, это сваренные, они просто заморожены. Вот эти сваренные? Нет. Те, которые продаются в магазине розовые, это уже сваренные. Ты хочешь сделать местечко побольше? Ага. Вот они сейчас... Такая логистика этой жаровни. Так, бах. Так, фу. Хорошо. Хорошо. Слушай, а не получится ли, что мы обожремся? Тут же помидоры какие? Рома. Называются так? Рома, да. Они как сливки такие. Такие, хорошо. Потому что они более крепкие. Итак, помидор берется красным. Да, красным. Теперь? Потом, значит, там делается раствор, по-моему, там идет литр... На килограмм помидор. Так. Литр воды. Не помню. А ты говоришь чеснок? Куда-то. Подожди. Значит, 100 грамм уксуса. Так. Значит, по-моему... Сахар, чеснок и... Не помню сколько... Литр, по-моему, воды. Так. Литр воды. Потом идет душистый перец. Так. Потом идет черный перец немножко, там какое-то количество горошины. Соль и сахар. Точно не помню. Я уточню. Да. А чеснок? Потом берется... Это все делается сироп. Так. Вкладываются помидоры. Так. Добавляется укроп. Так. И чеснок. Чеснок не варится, а просто чеснок? Добавляется. Добавляется туда, и это все должно закипеть. А-а-а. Когда закипит, надо... Кастрюлю добавляется? Пять минут, чтобы это покипело. Я понял. То есть помидор тоже не сырой, а он варится? Он варится. Он варится. Так. После того, как закипит, пять минут надо, чтобы покипел помидор. Выключить и поставить, допустим, я это вечером делаю, чтобы оно постояло в этом рассоле. Все. Ночью, так. Да. А потом по банкам и все, и кушать. То есть, за 15-20 минут все делают? Да. Потом они остывают, разложить по банкам и все. Да. Самое неожиданное, это было по банкам разложить. Да. Ну что, друзья, кто хочет такие помидорчики, уже знает, как. Да, друзья, да. Всему свое время. Есть время раскладывать креветочки и есть время собирать их с огня. Пахнет хорошо. Даже вроде его ты не ешь, а пахнет, пахнет. Нужен стартап, ребята. Хороший стартап по передаче запахов вместе с видеоизображением, так мне кажется. Друзья, вот эти яблоки с подозрением на белый налив. по-английски и американски называются ginger gold, то есть имбирно-золотые. Ну, я что сделаю, я сейчас возьму кусочек, что там порезали, очень удобно так их порезали. Вот. И... Нет, я могу и яблоко, и шеримп тоже потом. Это... Не то чтобы так. Да. Значит, ну, Света, давай, ты меня будешь снимать. Ты меня будешь снимать, а я буду высказываться по поводу... Значит, Света меня будет снимать, а я буду высказываться по поводу белоналивности. Ну, если мое мнение тоже интересно, я тоже добавлю, как альтернативно. Да я пробовала эти яблоки. Да. Да, белый налив. Да. А почем вещь? Вот, Теша, ящик 5 долларов. 5 долларов в ящик. Подожди, ты все, не кусай, я у тебя один кус откусу. Да. Это совершенно не белый налив, абсолютно. Как? У нас есть яблоки, которые называются Бревенштейн. Да. Вот те яблоки, это белоналив. Но у нас их самой нет. Мы их завтра снимем, мы будем в магазине их покупать. А мы снимем. Я уже снимал. Вот, так вот они по вкусу белоналивности. А эти похожи вот на эти обычные яблоки. Какие? Golden Delicious. Вкусом. Скажи, скажи. Похоже. 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 Солидарно. Она тоже, как не белоналивности. Нет, нет. Они похожи по форме, но она тоже. Теперь вы понимаете, друзья, почему иммиграцию иногда называют колбасной. Потому что хочется иногда колбасок вот таких. На таких шампурах. Он сам их сделал. Боря. Нет, Боря их сам не делал. Он утверждает, что он их купил. Купил? Да. Он купил. Да. Давай историю. Пионерские воспоминания нас приняли в пионеры. Да. Десять лет. И очень хотелось нам всюду отдавать салют. Но отдавать салют не будет жить. Мы же не дураки были ходить и просто отдавать салют. Нам же нужно было кому-то отдавать салют. Так. А у нас было такое правило, что когда заходишь в пионерскую комнату, там висел портрет Ленина, нужно было зайти и ему, значит, это отмахнуть салют. Так. Ну, нам очень понравилось заходить туда. Мы все время заходили и отдавали салют. После чего нас оттуда выгнали, сказали, ни фига вам тут делать. И мы еще и расстроились, потому что мы настолько только приняли в пионеры, нам нужно было кому-то отдавать салют. И мы креативно подошли к этому вопросу и решили, собственно говоря, почему мы должны ходить в пионерскую комнату. У нас портретов Ленина по школе был немерен. И мы стали ходить и отдавать салют всем портретам Ленина. Потом мы подумали, о чем Маркс и Ангельс хуже, и стали отдавать салют им. А потом там был бюст еще Маркса. А, и бюст Ленина тоже был. Подожди, а там, допустим, Менделеев какой-нибудь, вы ему не отдавали салют? Нет, нет, нет. Только у нас было срочное разграничение, только политическим все. Здесь как на пляс бегали, весельем надо лгать. Тоскою никого не убедишь. А-а-а, Манмаркер у коста, сегодня как вчера. И перестань. Не надо. Пропори. Пропори. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова